Так, что уже началось все, да? Здравствуйте, дорогие друзья! Раз уже камеры работают и требуется с вами поздороваться. В общем, сегодня делаем очень вкусную штуку. Весь инстаграм, ютуб, уже ролики везде у всех есть про грибы, сезон грибов. Я подумал, а чего бы картошечку вкусную с грибочками? Тем более, что рецепт возник в Геленджике. Отдыхал я, значит, давеча. Приехал пару дней назад оттуда, значит, толпы людей в Геленджике просто не пройти, не проехать. Вообще вся Россия туда, границы закрыты. Ну и вот картошечку молодую на рынке купили, грибочков взяли у родственников, на мангале их жарили, но остались и нам их с собой упаковали. И на утро в холодильник просыпаемся, говорю, давайте что-нибудь на обед вкусное приготовим. Выспались. И получилось. Ну, короче, я покажу, что получилось. Главное, что молодая картошечка, мелкая. Самое парадоксальное в том, что на рынке здесь в Москве не купить мелкую картошку, я говорю, папа всегда говорил, мелочи выкидывайте, свиней будем кормить. А сейчас она денег стоит. Дороже в пять раз, чем крупная. Короче, высыпаем в кастрюльку. Заливаем водицей. Аквафор наш спонсор. Самый любимый и самый надежный. Почему? Потому что без чистой воды мы никуда. Вот как ни крути. Можно там заливать любой хлорный из-под крана, но это будет, сами знаете что, и без меня понятно, да? А когда чистая вода, да еще хорошо фильтруется, это бонус для меня. Ну, а для вас, если вдруг вы по ссылочке в описании зайдете, ознакомитесь, там и видно будет. А? Гаджет какой у меня. О, не скажу, кто это сделал. Варится-варится картошечка, достаешь потом и все, проблем нет. Все, ставлю вариться на маленькую конфорочку. Ведь когда идет сезон молодой картошки, нужно делать с ней все. Все, начиная от супов и заканчивая всякими грибными штуками. Так, пока картофан варится, крышечкой закрываем, делаем подготовку. То есть грибы, ну и, соответственно, правильно будет сказать, соус из грибов. Значит, никакого лука я в этот раз использовать не буду, а использую только свой любимый чеснок. Соус будет сливочный, поэтому там, где сливки, там нужен чеснок. Все, давлю. Кстати, 4 года назад, вот был наш самый первый ролик. Это лисички, жареные с картошкой. Там у меня была томатная подливка к этому ко всему, шикарная. Из-за того, что они глубоко висят в ленте, их нужно долго-долго листать к самым первым роликам. Из-за этого мало очень просмотров у этого ролика. Но я вам хочу сказать, что все, кто пробовал блюдо то, жареные лисички, там просто есть такая фельдеперсовая штука, которой вот изюминки я все время втыкаю. В комментарии прикрутим ссылку, ну потому что охота, рецепт реально крутой был. Вот, ну вот, честно, мой любимый классный вкусный рецепт. Никто не оценил, потому что далеко. Ну, короче, смотрите. Чеснок нужно порубить слегка. Обязательно сливочное масло. У меня здесь сметана и сливки. Пока греется сковородка, которую я включил, сразу же сюда отправляю кусочек, добрый кусочек, сливочного масла граммов 10-12. И обязательно сюда отправляю каплю растительного. Опа, чуть-чуть, чуть-чуть совсем, чтобы снизить температуру горения сливочного масла. Теперь отправляю сюда лисички и опята. И опята, и лисички. Так как они не очень крупные, я ничего не буду с ними делать, так целиком и брошу. Главная цель всего этого занятия – хорошенько промыть лисички предварительно, чтобы не было песка. Ну а с опятами чего? Промыть их слегка и все. Посмотреть, чтобы какой-нибудь листвы в них не было. Грибы в процессе промывки забирают на себя очень много воды. Это вы знаете и без меня. Так вот, нам главное сейчас сделать так, чтобы грибы отдали воду, воду выпарить, потом сделать соус. Щепотку соли обязательно. Так вода скорее из них выйдет. Аромат лесных грибов, конечно, в 100 раз вкуснее, чем аромат шампиньонов. Потому что шампиньоны – зимние грибы, и всегда их можно достать в любом городе. А лисички. И, кстати, здесь можно под осиновиками заменить или под березовиками. Маслята у кого в каком регионе пишут, красноярский маслят очень много. Белые грибы, если вы их сами собираете. Если белые грибы увидели на рынке, обходите стороной. В Москве, например, белые грибы, значит, килограмм стоит 2500, не килограмм, а 800 граммов стоит 2500. Продают лоточками, типа полторы тысячи лоток, в районе полутора килограмм. Но, вы знаете, там же что, 4 гриба лежит, воздух, взвешивают вам воздух, продают задорого. Поэтому, у кого какие грибы есть, те используем. Ну все, вода пошла. О, водица. Если вдруг длинные ножки у грибов тут где-то виднеются, у некоторых есть такая, я вот ножницами беру, подстригаю их слегка, ну, чтобы поаккуратнее все это было, выглядело. О, супер. Опята длинноногие. О, ну все, жить можно. Когда грибочки стали сухими, вот их видно, что уже воды нет никакой, смотрим, чего нам еще добавить, еще кусочек масла. Я вижу, что у меня сковородка сухая полностью, маленький кусочек масла. Все, теперь процесс обжарки. Теперь нужно на сильном огне их слегка обжарить, слегка, ужаривать там не надо. Вот когда они обжариваются, уже пора добавлять чеснок. Щепотка соли, черный перчик, лаврушечка из геленджика. Эх, ароматная даже еще не засохла. Листочки шикарные. Тот веник закончился, каждый год в геленджике еду специально за лаврушкой. Все, грибы с чесноком, чеснок начал немножко обжариваться, долго не надо. Нам как только аромат пошел чеснока, сразу сливочки, 20% у меня. Главное что? Главное сделать легкий соус. Его должно быть ни много, ни мало. Лейте сливочки на глаз, ну в смысле на грибы, но вот сливок налил. Видите, сливки тут же подвыпарились, то есть нету бульона. Они сразу прилипли на грибы. Нужно делать все быстро, чтобы чеснок у нас, аромат чеснока не ушел. Можно еще чуть-чуть сливок подлить. И немножко сметаны. Немного сметаны, буквально чайную ложку. Ну, большую чайную ложку. Сметана домашняя, там нужна легкая кислинка. Можно, конечно, вообще все это сделать в сметане. Все, прогреваем. Видите, получилась такая сливочно-грибная масса с чесноком. Просто шикарно. Все, выключаем. Грязную рукавичку. Грязную, очень грязную рукавичку. Картошечка стекает. Аромат молодой картошки. Листные грибы. И много укропа. Когда укроп молодой, ароматный, я еще покупаю его у бабушки одной. Он в сто раз ярче, чем магазинный. Поэтому я даже стебелечки никуда не выкидываю. А что делаю? Добавляю их. Ну, а дальше тут с листочками все очень просто. Чашечку. Сюда пересыпаем картошку. В картошку добавляем чуточку сливочного масла. Как мы любим. Укроп. Весь укроп. Если мало укропа, сходите еще на огород, нарвите укропа и добавьте еще. Засыпьте весь стол укропом. Аккуратно, чтобы маслице растаяло. Перемешиваем картошечку. Пар. Пар от картошки для любого русского человека. Это что-то сакральное. Когда дымится картошечка на столе, у всех течет слюна. Выкладываем картошку. Значит, маленькую картошечку. Так вот давайте сделаем. Что мучиться-то надо? Все самое вкусное высыпать и не робеть. Не робейте, друзья. Высыпайте все сюда. Грибы. Со сливочным соусом. Накладываем так, чтобы картошку видно было. И чтобы еще и аромат грибов разносился по всей кухне. Все ваши домочадцы кричали. Ну, когда уже будет готово? Когда будет готово? А вы говорите, подождите. Сейчас все будет. Все, помидоркой украшаем. Ну, а пробовать картошку с грибами чем нужно? Ложка обязательно. Не забывайте, что вообще в русской кухне ложка активнее и чаще используется, чем вилка. Захочется больше сливочного соуса, вылейте больше сливок. Сметаны. Ну, главное, что? Блюдо очень простое. Каждый человек с удовольствием съест молодую картошечку. Ну, а грибочки сам Бог велел. Вот, если у вас будут тут и вообще полные сорти. Белые дают ароматику. Под осинок и под березок и вкус. Лисички текстуру. Да что мне вам говорить. Это просто вкуснятина. Вкуснятина домашняя, деревенская, лесная. А если вы еще с детьми ходите по лесам и учите их собирать грибы, так это вообще вам бонус огромный. Приятного аппетита, дорогие друзья.